Купальный сезон в Тверской области в самом разгаре. Однако это вовсе не повод для потери бдительности, ведь зачастую отдых на воде, увы, заканчивается трагедией. Причем статистика практически каждые выходные пополняется новыми смертями. Что страшно, большинство из них это детские. Минувший уикенд также омрачил очередной трагический случай в Балаковском районе. Как правило, подобные инциденты в большинстве случаев происходят из-за неосторожности самих граждан. Это и алкогольное объединение, и купание в неположных местах. Ежедневно на страже безопасности купающихся сотрудники ГИМС в очередной рейд со спасателями отправилась и наша съемочная группа. Граждане отдыхающие, берегите себя. Уже в этом году за купальный сезон утонуло 8 человек. Из них пятеро детей. Несмотря на то, что в областном центре нет мест, приспособленных для такого отдыха, да и вода Волги в этом месте, согласно данным Роспотребнадзора, не соответствует санитарным требованиям, на городском пляже в солнечный день яблоку негде упасть. Так, среди купальщиков часто встречаются целые компании подростков. Это бетонная плита, плетеная железной арматурой, известное место в кругах юных экстремалов, с которого они в погоне за острыми ощущениями ныряют в воду, рассказывают сотрудники ГИМС. Прыгнул один и больше не всплыл. Собрали вещи и быстро на берег. Однако, стоит только ГИМС скрыться из поля зрения молодежи, как мальчишки вновь окажутся на том же месте. Впрочем, дурной пример заразителен, ведь взрослые тоже грешат подобным. Статистика утонувших позволяет установить, сколько людей гибнет на воде и по каким причинам. Самые частые – купание в неположенных местах, алкогольное опьянение. Иногда все вместе. Еще печальную статистику пополняют в трагедии, когда люди переворачиваются на воде вместе с надувными матрасами и всевозможными плавсредствами и идут ко дну. Здесь нет пляжа, молодой человек. Не показывайте примерную сыну своему, а гребите к берегу. Сами гребите. Сотрудники ГИМС постоянно ведут разъяснительные беседы в ходе рейдов, читают лекции родителям и детям в учебных заведениях и в ходе профилактических мероприятий. Работаем также с судоводителями. Объясняем, что необходимо использовать в обязательном порядке спасательные жилеты. Тем более, чтобы дети всегда находились на плавсредствах спасательных жилетов. Ни в коем случае не сажать их на нос лодки, на борт лодки, тем более в движении. Так как, как говорят бывалые судоводители, что за борт упало, то пропало. Многие родители попросту недооценивают всю опасность, а потому гибнут и калечатся как сами, так и их дети. Ныряние, пожалуй, самое опасное действие. Великие риски получить тяжелые травмы позвоночника. Травмы, связанные с нырянием, это, как правило, тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы шейного отдела позвоночника, которые заканчиваются глубокой инвентализацией. И, собственно, утопление. Ну, здесь, как правило, тоже это алкогольное опьянение. То, что вода не любит пьяных, подтверждает и статистика. Львиную долю утонувших утянул к одну именно алкоголь. Он притупляет реакцию человека. А также спасатели предупреждают. Нельзя оставлять без присмотра на воде детей и подростков. Помнить про спасательные жилеты, надувной круг и налокотники. А вот надувных матрасов стоит избегать. Зачастую они попросту переворачиваются от волн или резких движений. Но самая лучшая профилактика – это купаться по всем правилам и в правильных местах. Спасение утопающих – дело рук и головы самих утопающих.